Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа «Весть Карачаева Черкесия». С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. Упордор-Кавказ начал работу на 12-километровом участке подъезда к Черкесску по расширению дорожного полотна до четырех полос. Рождение книги «Праздник» в республиканском книжном издательстве вышли два поэтических сборника «Цветок» и «Змея». Молодая гвардия юных экологов республики встает на защиту природы. Подробнее в нашем выпуске. Имя Героя России генерал-майора Ханамата Баташева присвоено центральной площади города Карачаевска. Депутаты Думы Карачаевского городского округа единогласно проголосовали за данное предложение и за установку ему памятника. Напомню, что с данной инициативой во время церемонии прощания выступил глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. Наш земляк, генерал-майор Вооруженных сил Российской Федерации Ханамат Хусеевич, был профессионалом высочайшего уровня, мужественным и неравнодушным человеком, настоящим воином и патриотом своего отечества. Свою жизнь он посвятил авиации, был летчиком по призванию. Он геройски погиб, защищая интересы России. На 12-километровом участке подъезда к Черкесску начались работы по расширению дорожного полотна до четырех полос. Строительная техника будет задействована отрезки от съезда в село Садовое до пересечения улиц Тавропольской и набережной в региональной столице. Об этом сообщили в пресс-службе Упердор-Кавказ. Подробности в следующем сюжете. Этот пока ещё двухполосный участок автодороги, берущий начало у восточной окраины Черкеска, давно нуждался в расширении, поскольку уже не справлялся с транспортной нагрузкой. И с апреля текущего года дорожные строители по заказу Упердор-Кавказ приступили к фрезерованию изношенного покрытия и подготовке земляного полотна к переустройству и обновлению коммуникаций. В настоящее время задействованы более 30 единиц спецтехники и около полусотни рабочих. Дорожные работы развернуты на отрезки от съезда в село Садовое до пересечения улиц Ставропольской и набережной столицы Карачаева-Черкесии. В местах производства работ движение организовано по двум полосам, по одной в каждом направлении. Напомню, что в прошлом году до четырёх полос расширили соседний 14-километровый отрезок от моста через Смертную Балку до съезда в село Садовое. Помимо основного комплекса работ, дорожники отремонтируют около 70 пересечений и примыканий. Во избежание размыва элементов проезжей части будут заменены отдельные коммуникации, а встречные потоки разделят тросовым ограждением по оси проезжей части. Также предполагается модернизация одного существующего светофорного объекта и установка девяти новых. Кроме того, на протяжении обновлённого отрезка трассы поставят более 750 дорожных знаков и нанесут разметку светоотражающим термопластиком. Согласно планам в эксплуатацию, участок будет сдан до ноября 2024 года. Артур Мхце, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. По 17 июля. В Кисловодском цирке. Спектакль Клоун. 2, 96, 58. Категория Нарпрос. Рождение книги – это праздник. В республиканском книжном издательстве вышли два поэтических сборника «Цветок и змея» народного поэта Карачаева-Черкесии Махмуда Кубанова. Роняет липа листья золотые. Наталья Тесленко. Презентация книг прошла в Доме печати «Черкеска». Подробности у Али Баташева. Мне приснилась Родина. Детство, теплый свет. Все простое вроде бы, а дороже нет. Простые искренние строки, проникнутые любовью к родной земле и живущих на ней людям. Это уже третий поэтический сборник Натали Тесленко. И стихотворения в нем самые разные. Что стоит нам друг другу улыбнуться, ответить на письмо и позвонить? Туда, где ждут? Что стоит нам вернуться? И что нам стоит искренне простить? Что стоит нам быть чедрыми на ласку, утешить добрым словом старика, охотно рассказать сынешке сказку и просто посмотреть на облака? Что стоит вывесить для птиц кармушку, продругшего котенка обогреть? Что стоит нам подать больному кружку и рядом с ним? Что стоит посидеть? Помочь в дорогу, перейти слепому, не оставлять ребенка одного и не забыть тепло родного дома. Что стоит нам? Не стоит ничего. Книга «Роняет липа» листья золотые, кроме новых произведений автора, включает в себя стихотворение из первого сборника «Грустит рябина у плетня». Первый мой сборник назывался «Грустит рябина у плетня». Но издан был он в Челябинске, моими учениками. И здесь попросили просто эти стихи, здесь в Карачаево-Черкесии их не знают. И я включил, исключив оттуда детские и прочие стихи, я пишу и для детей еще стихи. И получился вот такой замечательный сборник. О чем я пишу? Пишу я в основном о природе, но такой, как бы через человеческую душу, о родине. Пишу о войне, потому что отец мой воевал. Пишу просто о человеке, о его хороших чувствах, добрых чувствах. Стихи мои простые, но они очень душевные, напевные, лирические. И некоторые стихи положены на музыку. В сборник народного поэта Карачаева-Черкесии Махмуда Кубанова «Цветок и змея» кроме новых произведений входят переводы стихотворений, ставшие библиографической редкостью. Переводили это московские ребята, однокурсники. Юрий Куднецов, Ольга Балакина. Я постарался эту... Эта книга вышла душа камня еще в Москве в 74-м году. Там и новые переводы подключил. Ну, чтобы они после меня не затерялись. Поэтому я издал эту книгу, ребята. Писатель, поэт должен быть очень честным, искренним, смелым. Иначе он не писатель, он не поэт. Все, что на душе, должен высказать. Не боясь, невзирая, кто бы он ни был. Но вам это удалось в сборнике? Там все есть. Моя жизнь там, как зеркало. В ходе презентации о книгах Махмуда Кубанова и Натальи Тесленко высказались их коллеги и приглашенные гости. Успел прочитать книгу Махмуда Мусаревича и Натальи Семеновны. Была такая возможность. Спасибо Оргену Аркеновну. Чуть ранее эти книги попали в мои руки. И я с большим удовольствием прочитал эти великолепные стихи. За что я вам говорю огромное спасибо. Дай Бог вам здоровья, Наталья Семеновна. В частности, мне очень понравились ваши стихи. Они действительно о жизни. Прослеживается душа поэта. Честно говоря, давно не сталкивался с такими качественными стихами. Наверняка много пишущих и поэтов, и писателей. Но мне очень понравилось. Мы их затронули все сферы нашей жизни. Там и патриотизм, и красивая природа, и молодость, и любовь, и отношения к родителям, и к маме, и к отцу. Чтобы вы это сумели в таких небольших достаточно стихах, но вы сумели это тронуть читателя. На самом деле, еще раз хочу выразить свои слова благодарности. Спасибо. Махмуд Мусайевич, вы действительно тот человек, на которого, наверное, надо, чтобы мы равнялись, и люди, которые стараются писать. Поэты остро чувствуют время. Так одно стихотворение Натальи Тесленко посвящено событиям на Украине. В кровавых расправах, во лжи оголтелой, нацизм украинский не знает предела. Он там, на Донбассе, народ убивает за то, что Бандеру признать не желают. Дома мирных граждан. Бомбит бесконечно и к пленным относится бесчеловечно. Все русское хает, ломает и душит. И дружбу народов намеренно рушит. Но воин Донбасса и воин России нацизм одолеют. Ведь вместе мы – сила. Они непременно одержат победу, как делали это когда-то их деды. Поэтому в торжественной обстановке вручили авторские экземпляры вышедших поэтических сборников и пожелали дальнейших творческих успехов. Али Баташев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Молодая гвардия юных экологов республики встает на защиту природы. И теперь они опираются не только на основополагающие принципы зеленых, но и на подкрепленные академические знания. Багаж знаний они пополняют на кафедре «Лесное дело» на базе СКГА. Фатима Даурова подробнее. Кафедра «Лесное дело» сравнительно очень молодая. Она официально была образована в апреле этого года при реорганизации кафедры «Агрономия и лесное дело», за плечами которой многолетнее обучение и подготовка профессиональных кадров в области агроинженерии, производства и переработки сельхозпродукции, лесного дела. Направление по лесному делу было решено обособить и сделать отдельной единицей обучения в связи с большим спросом на специалистов этого направления. Наш ректор Руслан Махарович Качкаров посчитал, что это достаточно перспективное направление, так как у нас 30% площади республики находится под лесами, это особо охраняемые природные территории, но тем не менее актуальность этого направления подготовки только усиливается. Республика может похвастаться лесами. У нас разные типы лесов есть, направление это востребовано. Наши выпускники находят себя, они при должностях уже первые выпуски ребят, они общаются с ними, и достаточно им интересно, и это их привлекает. Преподавание дисциплин на кафедре осуществляется силами профессоров и доцентов. К образовательному процессу привлекаются также работники предприятий и организации лесного комплекса, что увеличивает тягу к учебе не только теоретической, но и практической. В настоящее время здесь обучаются более 200 студентов, из которых в этом году выпускаются 27 молодых специалистов. Вообще изначально для меня лесное дело, это было делом для души, но после обучения, после двух лет обучения на этом курсе, то я поняла, что я была бы не против создать свою жизнь уже с этой профессией. Меня увлекает природа растений и леса. Хочется изучить, чтобы как-то поддерживать экологию республики. Каждое лето, когда наступает время практических исследований, студенты кафедры отправляются в горы и леса. Базой подготовки и научных исследований является Урубский лесхоз. Ребята запасаются знаниями, собирают и изучают растения, делают гербарии. Помимо учебного процесса, зеленых активистов увлекает и волонтерская работа. Они в первых рядах среди тех, кто принимает участие в всевозможных экологических акциях, проводимых на территории республики. Например, свой след в истории родной Карачаева-Черкесии они оставили вместе с сотнями земляков, высадив геоглиф в честь 100-летия республики. Так как у нас направление подготовки лесное дело, мы считаем своей обязанностью присутствовать на таком торжественном, огромном мероприятии и принять участие высадки деревьев на геоглифе. 100 лет Карачаево-Черкесской республики в этом году исполняется. Принять участие в таком огромном масштабном мероприятии. Плюс еще высадка деревьев, то, что соответствует моей специальности. Это полезно с приятом совместить и быть частичкой этого большого торжества. Кафедра поддерживает тесные связи с Министерством природных ресурсов и экологии Карачаева-Черкесии, Тибердинским национальным парком со Всероссийской организацией Рослесинфорг, специализирующей на комплексном решении лесоучетных работ. И все они ждут молодых специалистов лесного дела к себе в кадре. Фатима Даурова, Мухаммеда Шибока, Вести, Карачаева, Черкесия. На этом сегодня выпуск Вестей подошел к концу. Приятных выходных и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok